Так, ну, не будем долго представляться, там, как бы, меня зовут Андрей, обо мне вы можете подробнее узнать, и, как бы, раз вы пришли. Ну, тогда в первую очередь, вот, как вас зовут? Галина Николаевна. Да, Галина Николаевна. Вот просто был интересный момент, вы сказали, что что-то вы начали принимать, и вам стало вот легче, да? Просто давайте, если можно, вы перечислите, просто мы с вами, нам важно просто понимать, а почему нам становится легче, от чего-то, да, может ли это кардинально вылечить нас, или все-таки там лечит сам организм. Я все-таки вот сегодня, прошу прощения, предусловие к вашему, как бы, ответу, вошел мужчина, да, не было продавца, и вот он мне говорит, что мне надо там два средства по потенции, вот, ну, не важно кто, но у мужчины, конечно, там явно своих проблем очень много, он там в возрасте, и я даже так сказал, ну, я надеюсь, что это вы не для себя, он такой, не для себя, ну, я такой подумал, значит, для себя. А зачем? Есть мужчины и подседки, заседки, все прекрасно. Есть мужчины, которые и в 100 это могут делать, но не в таком виде, в котором он был, и плюс он сказал, что у него в понедельник операция на глаз, потому что у него повышенное давление, глоукома, и весь этот набор так хронически отравленного состояния, это хоз, хронически отравленное состояние. Вот я буду настаивать, что если вы уже, скажем так, ну, надо отдать должное, мужчина смотрит на какие-то натуральные средства. И я ему еще раз показал, что извините, но при этом он говорит, я сижу на инсулине, я делаю операции, я говорю, вот то, что вы делаете и принимаете эти ваши лекарства, это вы идете в смерть. Но если вы хотите вот этим заниматься, вам надо повернуться на 180 градусов и пойти в другую тогда сторону. Иначе он мне говорит, ну, вы мне дайте просто, чтобы давление снизить. Мы, нет, все правильно, есть гипотензин, байкальский шлемник приспускает давление, я сам это проходил. Но тут же надо понимать, я ему начинаю грузить, а вы понимаете, почему у вас оно повышено? Его повышает сам организм, потому что вы в хронически отравленном состоянии. Он говорит, у меня и вот и сахар повышен, это. Ну, правильно, у вас повышен сахар, потому что его повышает сам организм, вот это стресс-инсулиновый механизм. Он его повышает. Он повышает его в ответ на угрозу гипоксии клеток. Ну, все это, все это известно, врачи это все говорят. Или он скажет, у меня повышенный холестерин, его синтезирует сам организм, да, потому что он идет к врачу, и ему говорят, у вас повышенный вот этот плохой холестерин, мы будем убивать вашу печень, чтобы она этого не делала. У вас повышенное давление, мы будем распирать ваши сосуды через блок механизма ангиотензин-бангиотензин-2. Вы это все можете, не вы, ну, вы можете читать, это все в аннотации к лекарствам, да, кто был на лекарствах. Там же все это расписано. Там через блокировки какие-то, да, либо через усиление, там, вкололи адреномиметик, да, ну, хорошо, он симулирует адреналин, но, кстати, не является истинным своим. Хорошо, и вот я его начал грузить, он, бедненький, так и сел с этим вот средством для, ну, для патренции. Нет, ну, я ему так не стал, я ему просто сказал, у вас операция, но она вас не лечит. Операция на глазу, это уже, он говорит, это потому что вот у меня глюкоза повышенная там крови, все верно. А, ну, для этого нужно взять, кстати, мы стали разбирать вот этот препарат для патренции, и там половина экстракта в этом, я сказал, да, оно тоже будет работать. Ну, что-то там будет перевозбуждать, например, ядрышник, я бы не стал там ему. В принципе, вот я всегда говорил, можно с любой полки взять вот несколько прямо с завязанными глазами, и будет эффект такой, который женщина приходит и говорит, «Вы знаете, я ведь хотела что-то для мочевой сферы, но мне стало очень хорошо от того, что вы мне дали вчера по половой, а, значит, ну, вот как бы, то есть, ну, потому что произошла, так называемая, там, мягкая стимуляция выделительных систем, да, то есть у нас есть, как правило, мы можем разделить это антипаразитарные, ну, давайте вот чуть-чуть здесь, так и сделаем, сейчас вернемся к вашему вопросу, и вы там скажете, что вам помогло. Ну, вот когда мне говорят очищение, вот очищение, давайте чистить организм, да это все здорово, я вчера был вот на встрече Любовь Карловой, так называемого праноеда, на мой вопрос, что такое праноедение, она так ничего не смогла сказать, потому что я ее спросил, а чем я-то не праноед, а вы, это понятно. Ну, хорошо, и она тоже упоминала очищение, и там были, там были травки, там были травки, но травки она сама просто рвет, там, как вот, как корова, видимо, ест, прошу прощения, но поэтому, чтобы не есть эти травки, да, вот, ну, можно делать на спирту, например, как вот мужчина говорил, ему доктор говорит, да, если у нас отнимут все магазины, отнимут это, это будем ходить собирать, гнать, это будем экстрагировать, вот, но, а что, кстати, упоминала Любовь Карлова, она в основном там была, клюшка эсмарха, Андрей хоть узнал, что это такое, дальше, касторка, после которой мои пациенты едут в больницы, я это проделал все, конечно, дальше, там была магнезия, там была, ну, там были вот эти ударные методы, кстати, для прочищенных, для поготовленных можно и побаловаться, но эффективность, к сожалению, у них не очень высокая, но хорошо, вот вернемся к, вот, к очищению, из того, что, например, мы видим здесь вот какие-то фитопрепараты, да, там, фитопрепараты, как они очищают? Они могут сами очищать, это тогда сорбенты, вообще-то, это серия, например, IQ, да, за счет очень высокой дисперсии она берет на себя, плюс, поскольку еще это биологически активное сырье, в чем очень интересен вот этот вот производитель Сипкрука, они работают с институтом лимфологии, и у них там, они очень интересно работают по измельчению растительного сырья, они лечат онкологию успешно и так далее, у них очень большие успехи, потому что они, между ними, они плохо делают экстракты, хуже, чем Сашера, например, Новосибирск не может быть на таком уровне, как Алтай по рецептуре, да, но у них есть вот эта зацепка на дисперсию, да, а это начинает работать по-другому, чем дисперсия изменяет, что такое, нано, 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 ну, потому что там совершенно другой размер, он вообще по-другому работает, ну, хорошо, там не надо, да, да, чай заварить, к сожалению, не так работает, и сорбенты, фитопрепараты могут чистить как сами, как застарин ультра, кстати, вот при язве этому мужчине я пытался всунуть застарин ультра, а вы как раз его упомянули, потому что я знаю, что это помогает, а вы сейчас скажете, мне стало легче от застарина ультра, да я сам на нем сидел. Я всякие эти пила препараты от аллергии, когда меня очищали и так далее. Хорошо. Как застарин ультра сработал как сорбент, прежде всего, но что еще из фитопрепаратов может как бы чистить? Это пусть будет здесь провокация, да, это провокация, это отравление, практически все здесь, это отравы, травы, и Любовь Карлова все повторяла, травы, травы, это трава, я себя отравила, она себя неплохо потравила, свои сорок четыре года ей сейчас вот исполнилось. Четыре? Да, а вы ожидали, что ей шестьдесят, или как она, Платкинс, восемьдесят? Нет, она хорошо выглядит, она выглядит лучше, чем я, и это естественно, потому что она перестала травить себя, если бы не продолжила дальше, она бы выглядела похуже, не волнуйтесь, могли бы, так что мы и Аннет Ларкинс, скорее всего, можно растормошить, там есть еще, скорее всего, что, да, но восемьдесят лет Аннет Ларкинс, это, конечно, хорошо, это вам не Зинаида Баранова, которая умерла в восемьдесят, уже, скажем так, вот, показав нам что-то немножечко не то. Ну, ладно, хорошо, возвращаемся, провокация, травы, отрава, это провокационная чистка, что значит чистка? Это, извините меня, пендаль. Золотой пендаль, это антипаразитарка, антипаразитарка, ну, давайте разграничим, антипаразитарку здесь сделаем и мягкая стимуляция выделительных систем. Я вот сколько работаю, ну, наверное, с 15-го года, вот вижу это, да, активно, до этого я, у меня не было этого ассортимента, я просто рекомендовал там, сделайте там, такой-то мед возьмите там, ну, это все друг друга и так вот рекомендуют, ой, мне помогло вот это, а мне помог сабельник, я же сам весь больной был, конечно, я видел, что если попринимать... У меня сабельник, я работал и всеми этими, и сам себе делал экстракты, все это, конечно, работает, но я бы разделил здесь все-таки вот такое грубое понимание, это антипаразитарное, и, кстати, тут правильно сегодня, уже не первый человек пришел и сказал, Виктория сказала сделать УЗИ, ну, во-первых, не только почек, УЗИ тогда уж делайте из желчного, потому что, когда вы начинаете работать уже с антипаразитаркой, я каюсь, у меня это было, когда, ну, во-первых, я не врач, я не назначаю человек сам окончательный, кстати, врачи потом тоже умоют руки, они скажут, это был протокол, ну, либо они обязаны по протоколу вот это перепроверить, но они это и не назначают никогда, потому что там дальше известно, что будет. У меня были случаи, когда человек начал принимать, ну, просто покупал у меня, например, либо просто, и были случаи, но это не я, я тогда вообще программы не писал, когда на операционный стол все, то есть, потому что двинулось оно, да, это причем прежде всего по желчному, у меня двинулось, например, по почкам, и это могло бы закончиться и не очень хорошо вообще-то, да, там могла бы идти операция, мужчины особо это как бы опаснее проходят, поэтому вот с этим шутить, я сейчас говорю даже только про фитопрепараты, потому что есть еще аппаратная волновая терапия, ей можно добить человека тоже, очень, очень даже. Ну, гомеопатии ганемановской, я думаю, не добьете, тоже я и работал, она, конечно, более, ну, она и очень долго действует, она очень мягкая, а вот ударные методы, что такое аппаратная терапия, она бывает очень тупой, вспомните советское время, крайне высокие частоты, в каждой поликлинике они были, и не только они, физиокабинет, в принципе, сейчас это все тоже есть, но в основном за деньги там, да, ну, курортно, то есть, это все работает, всякие эти, я работал когда-то в компании, которая занималась импортом различных приборов, физиотерапии, это целый огромный, как бы, рынок вот такой, дорогущий, в Германии, это все, это все люди на это деньги тратят огромнейшие, ну, хорошо, а мы сейчас вот вернемся к фито, даже вот то, что вот мы здесь видим, чистка, очищение, оно, мы всегда применяю, я в программах, ну, как правило, если это совсем уж нездоровенький такой, как бы, да, сапционные средства, и у вас они уже там прозвучали, и вот здесь мы смотрим, как, вот они приходят и говорят, у меня нету камней в почках, о, хорошо, ну, хотя бы сам человек должен в это верить, потому что я же тоже бы вам сказал бы, ну, в 2016 году, в первые месяцы еще до того, как я вот начал играть с этим, плюс это, я бы вам тоже сказал, что у меня, конечно, никаких камней нет, как вам практически любой здесь скажет, что паразитов у него нет, вот, и в кишечнике у него, конечно, там никто не размножается на том, что у него там постоянно гниет, он это выкакивает, это понятно, это нормально, защита идет такая, и, как бы, тут никогда не знаешь, что тебя еще ожидает, это даже интересно, поэтому, вот, прежде чем играть с этим, все-таки и желчный нужно понимать, потому что начнет уже реально, может начать двигаться, может и не начать, чтобы не попасть вот в это шевеление жесткое, надо работать с средствами для мягкого разрушения так называемых камней, я не верю, что в желчном камне, я примыкаю к натуропатам, которые считают, что там все-таки конкременты уплотненные, камни в почках, да, но там другая текстура, просто когда они из желчного это достают, оно окисляется, и они начинают вам это показывать, чтобы вам доказать, что операция нужна была, а почему-то тот же Агулов, ну так, тихонечко, говорит, что и не только Агулов, и сцеральщики, они говорят, мы вам любой камень, в принципе, вам поможем родить, и я разговаривал, кто делает правку живота, очень толковые люди, они говорят, ну это можно все сделать, там можно это сделать, с почками другой разговор, это другое дело, но по желчному, ну им же нужно обоснование, опера на операции, им же важно вот на операцию это сделать, и у меня есть пациенты, где да, вот операция, а потом домой умирать, уже вот как они делают, в Краснодаре, кстати, очень интересно, это вот такая интересная схема, вот я вот смотрю, обязательно пропустить операцию, химия, вот это все прогрузить, ну у них может быть такой вот протокол, это даже бесплатно, и мне даже некогда говорят пациенту, да что вы, я ничего не платил, у меня все бесплатно, я говорю, ну теперь нам с вами придется очень много работать, после этого бесплатного вам придется потратиться. Да ему бесплатно, а они-то получили все равно, это как с ковидом, почему ковид вдруг превратился, а ковид, ну я считаю, что у них ковид очень хорошо переносится, потому что мгновенно, вот сегодня нету, очень быстро переносится, мгновенно, то есть и это, но страшнее последствия... А кто-то заболел в москве? У нас все время сейчас болеют ковидом, а кто вам, а что вы считаете, что его отменили? Его отменили только в телевизоре, у меня пациенты стали болеть, сейчас пошла волна, и Сочи, да, и кстати, ну ладно, я так считаю... А антитела, если есть, у меня антитела, да, поздравляю. А есть новые штаммы, и под них вот эти антитела уже работать не будут, я болела... Ну болели у меня, все здесь болели. Через полгода были антитела. Хорошо, я вас поздравляю. А то чуть попозже я делаю, через полгода... Постоянно держать иммунитет в норме. И у меня вообще там... Старайтесь стимулировать иммунитет, потому что... Прекрасно. Значит, и мягкая стимуляция выделительных систем, это все-таки средство типа, ну вот здесь, например, если кто пользовался глиетоник, сегодня мужчине я продал тот же уролит. Он будет мягко способствовать растворению тех конкрементов, которые у него есть, и также работать по улучшению выведения. А, женщина взяла, да, по-моему, вот уролит. Он мягко работает, но его пьют по 6 месяцев, только чтобы вот увидеть... Двинуть, да? Не то, чтобы двинуть, а чтобы оно тихонечко, вот Дима рассказывает, люди пьют 6 месяцев и говорят, вы знаете, становится меньше. Но там надо быть тоже осторожнее, потому что по УЗИ вам могут написать, что стало больше, а там просто идет наростка этого, накипка вот это. То есть там еще такой момент, причем каждое УЗИ надо тогда ходить, делать УЗИ в разных местах обязательно, потому что вам все время будут показывать разную картину. Ну, а ладно. Мягкая стимуляция выделительных систем, это всякие огневки мы применяем, да практически вот все здесь в той или иной степени. Но особо мощные, да, то, что стимулирует очищение, не обязательно. Я применяю антипаразитарку, так называемые средства, у нас их много, и иногда сразу по несколько. При онкологии замечательно работает. Самое лучшее, правильное. Просто важно не перебдеть, потому что болиголов это тоже антипаразитарка, но она убьет и тебя, как, скорее всего, паразита. И как бы вот тут тоже перебор бывает у людей, или там черный орех на керосине по гарбузову. И что я его спросил? Многих вылечили? Нет, не очень. Умирают люди, вот, к сожалению. Но они умирают, не выдерживая той чистки, которую я запустил. Тут тоже надо... Да, там надо детокс-терапию проводить. А он там что-то делает и хорошее, то он начинает перегружать желтками. Зачем? Стоит губить печень, когда человек и так умирает. Еще он там начинает повышать окислительно-установительный потенциал электролизными приборами. Я ему говорю, вы понимаете, что это другие потенциалы? Он вроде такой, да. Почему вы это продаете? Ну ладно. А вот живой чай его замечательно работает. На нем люди, вот, как говорят, с трамала сходят. То есть тут надо немножечко тогда вообще-то понимать, что ты работаешь. А то всем сказали, давайте повышать ОБП воды. Все кинулись вот этими повышать чем? Кто кинулся живым чаем, он в выигрыше. А кто кинулся этим... Ну, кстати, кто здоровенький, он говорит, что он и после этих приборов, вот, тут еще психосоматика, наверное, работает. Ну, не знаю. Тут пусть каждый сам решает. Понимаете, инструменты, они все-таки разные. Когда вам человек говорит, давайте я почищусь баночкой, вы тогда поймите, что это примерно баночка? То есть экстракты. А экстракты чего? То есть, или это сорционная терапия, а это у нас, вы помните, это у нас и три класса основных идет. Там энтеросорбенты, они работают только по желудочно-кишечному тракту. Это лимфосорбенты, это как раз вот то, что делает Новосибирск. И это гемосорбенты. И здесь, кстати, я пока не слышал ничего, кроме застерина. И вот его закупали раньше в Германии. Не знаю, появилось ли там у них что-то. Может быть, в Японии что-то есть, но они скрывают часто свои технологии и так далее. Ну, хорошо. Это вот мы посмотрели очищение, например, фитопрепаратами. И давайте вот вы как раз скажете, что вам дало облегчение. Я просто покажу, как где это... Ой, ну у меня, я начну с того, что у меня, какие симптомы появились. Ну, у меня стала постепенно появляться тяжесть в животе. Когда, особенно вечером я поеду, прям надувается. И дышать тяжело, и все такое в этом духе. Ну, перестальтика стала плохо работать. И так далее. Я утром тоже иногда прибегала, конечно, ну, чтобы обязательно я цвеклу, там ту-ту-ту-ту-ту, обязательно это. Кефир, все это наоборот мне делала. Желудку больно здесь, даже когда глотаю, что-то там проглотила, ощущала. У вас воспаление? Ну вот, теперь, значит, я пришла сюда, когда уже чувствую, что-то не того, ушла и думаю, стоп, чушь, я никак сюда не дойду. И вот зашла, с Викторией стали говорить, она иди, иди сделай УЗИ. Я сделала УЗИ, он сказал, у вас, у толщины, у внутренней, вот это, пищеварительная система, у толщины стенки. Воспаление? Да. Я спросила, что-то такое, он говорит, воспаление. И, кроме того, камней нет, как он мне сказал. Где нет камней? Ну, он сказал, в желчи нет камней. В желчном нет камней, он не видит конкремент. Да, хорошо, дальше. Да, почки я не проверяла. Теперь, значит, одна доля печени увеличена. Хотя я всегда раньше проверяла, никогда не еще подумала. Ну, пришло время, тогда уже функциональность. Напрягло, я, конечно, расстроилась и так далее. Вот. Он сразу направил меня к терапевту специально. Какие, что вас беспокоило? Вы вот... Болеть ничего не болело, только вот здесь, вот это, я есть не могла там кислого такого, сякого. Все это ощущалось. У вас на что-то провоцирующее? На желудок. Ну, поджелудок, не... Причем здесь желудок? Может быть, это поджелудочное реагировало? На жирное? На жирное. Я жирного не ем. Так. Никаких бульонов, у меня все овощное, все всегда такое, все отварное. И галядину не ем, свинину ем, то не ем, это там радость, и когда-то на столу у кого она не растет. Ну, когда-то... Это я еще... Поотменили. ...с тех времен с третьего года, когда у меня уциаллические реакции были, спровоцировал мед. Я думала, у меня простуда, бронхит, я на мед на это, и кашело-кашело, потом в итоге все обманываю. Хорошо. Что вам... Вот мне прописали. Застерин. Застерин это вот сорбционная гемосорбент. Дальше. Вот я его 10 дней пропила. Ну, 10 дней... Греатоник... Вы считаете, что 10 дней уже все сделала? Я буду... Я ничего не... Извините, глядя на вас, я бы на вашем месте 10 лет бы принимал бы Застерин. Да. И не только его. Давайте прямо. Это просто мука невозможная. Час туда, Час сюда, это сидеть только вот тут. Я сижу, я понимаю, надо так делать. Ну, хотя бы перерывы сделаю. Нет, там перерыв вам не нужен. Вам перерыва пока не нужно. Дальше продолжайте. Извините, я буду четко говорить. Греатоник... Греатоник. Греатоник, мягкая стимуляция выделительных систем там есть, но там есть и сцепционная, там вот так называемая этот глея, вот это, да, зопник, ой, не зопник, извиняюсь, там так называемые зооглея, они вот описывают, что она является и нативный индийский морской римс, что она создает такую, как сетку. Я думаю, что это энтеросорбент, скорее всего, просто вот так работает. Он очень мягкий. И он, от него мочеотделение идет, мы его всегда применяем как дополнение. Я думаю, что такое, я ну без конца, я думаю, хоть никуда не ходи, только токсин. Но это дело не только в нем. Он здесь спровоцировал выход шлаков, токсинов, которые раздражают вам стенку вашего и так поспаленного мочевого пузыря, уретры. У меня тоже на какие-то вещи приходилось бегать и так далее. Что еще вам там понравилось? Цуннам эффект. Цуннам эффект это стимуляция выделительных систем со слабительным эффектом. И, кстати, людям очень нравится, но я это не применял, его уже создали, когда я закончил светотерапию. Я согласен, что людям это нравится. Я слышал, Дима рассказывал. Что еще там вам понравилось? Мне все понравилось, эффект. А что конкретно? Надо было вот этот цуннам эффект всем давать. А вот этот черно-кулечки. А я не знаю, я не найду. Черно-кулечки с бананом суперфуд. Ой, ну вот эти суперфуды, там опять всякие пробиотики делают они. Знаете, что касается пробиотиков? Но у меня свое отношение, то есть я не нахожу, чтобы нормобиота питалась каким-то субстратом извне, но они дают, например, как луктулоза, они дают пищу для все-таки не наших, не нашей биоты, но которая поедает всякие шлаки и там, скажем, тот же утилизирует амиак, на себя берет. То есть в этом смысле на каком-то этапе пробиотики можно, но я вот у Сипкрука не все одобряю в их, иногда там они добавляют какие-то аминокислоты, коллаген, это, конечно, они делают напрасно, но это их дело, хорошо, это все, я вас услышу. Колонная норма. Хорошо. Хорошо. И еще, печень плюс желудок. Печень плюс желудок, это все из серии масляные экстракты, да, там печень плюс желудок, а там экстракты, там в основном идет мягкая стимуляция выделительных систем, масляными экстрактами под воздействием там делают, там очень интересно все это можно почитать. Я вас услышал. Холестерола нет. Да, холестерола нет, это там тоже, не помню, наизусть, вот здесь он, холестерола нет. Ну, давайте просто вот глянем для интереса, что мы вообще, что нам предлагают, да, кабрыды, маррыды, тут все по-казахски, как правило, состав. Мномицеллярные, внутриклеточные экстракты, это скорее всего экстракция углекислотой. Вообще, когда вы читаете вот эти вот внутриклеточные экстракции, нативный экстракт, это экстракт, где нет самого растворителя. В идеале это делается углекислотой. Вот у Сашера в основном все это, но она не пишет, что это углекислота, она не пишет натуральные, тоже какой-нибудь, так вот назовем, это сяк. Она вот просто понимает, что под давлением, по температуре около 70 градусов, туда, в это сырье, загнали углекислоту, она как бы разжиженная, она все растворила, а потом ее копает, и она улетучилась, а осталась вот эта масса. Ну и мы это изучали еще 20... Ну и куда эта масса? 22 года назад. И куда эта масса? Масса? Вот она, мы продавим СО2-экстракты даже отдельно, но они не... Вот что здесь интересно, из растений, стабилизированные липофильным носителем из ядер гиревицкого ореха. Корень диаскореи кавказской. Диаскореи мы применяем и в диасклеофите для очистки, так называемой чистки сосудов. Хотя тут важно понимать, что надо работать и по причине, почему эти сосуды поразили. Ну и не только. Диаскореи сапонины. Дальше. Травы коллизии душистые. Вот я не помню, что коллизия делает. Бутоны сафора японской. Ну про сафору вы все прекрасно знаете, ее часто продают. Корень она и здесь, по-моему, растет, да? Корень одуванчика лекарственного, кстати, при подагре, при чистке. Я себе одуванчик самый заваривал когда-то. Очищение идет. Для чего он якобы от холестерина? Соцветие липы. Липа антигипоксант очень хорошая. У меня один из преподавателей защищалась по липе. Боже, как она ее обожала. Соцветие клевера. Опять то же самое, что в детской фите. Чистка сосудов идет. Ну все правильно, они этот препарат списали с гарбузова. Косточки красного винограда. Гарбузов тоже это делает. Все понятно. Как бы антигипоксант для сосудов. Листья шпината. Экстракт. Может быть они пишут как может быть экстракт шпината. Кислота вот он разъясняет. Да, да, да. Согласен. Это будет опять мягкая стимуляция выделительных систем. На соках вот Аннет Латкинс она же соками всяких шпинатов чистится. У Норман Оукер соками овощными чистился. Семеналь на плоды и листья артишока. Ну его применяет тоже пажетник. Часто встречал, но позабыл как он работает. Я понял. Омега-3 там же Омега-3 еще в составе или нет? Здесь не написано. Что вы понимаете под Омега-3? Омега-3 это совсем другие. Что вы понимаете под Омега-3? Это вот в леном масле. Масляный, да. Ну это просто ну у меня есть сведения что леное масло не усваивается совершенно. То есть никакого Омега-3 вы не получите например из леного масла. Я считаю что это маркетиковый ход. Я вообще не считаю больше вам скажу ну раз вы ко мне пришли у вас будет новая какая-то информация я никому не желаю получать никакую жирную даже кислоту Омега-3 это жирная кислота определенная Омега-3 Омега-6 это класс туда входит несколько разных там олеиновые там и так далее. Я даже не хочу это все опять запоминать учить потому что моя задача я поэтому и не люблю некоторые здесь рецептуры того же СИП-крука вот за то что они начинают туда включать какие-то аминокислоты синтезированные в пробирках какие-то выделенные якобы Омега-3 а на самом деле это просто будет ну само масло из масел смотрите буду говорить вот тоже информацию которую как бы я придерживаю чтобы вы просто увидели какой-то другой момент да сразу скажу вы мне скажете бабули покупают льняное масло и на нем они их слабят и они теряют как они говорят лишний вес это не лишний вес это не лишний вес это не полезный вес это важно давайте это разделять когда мне вот этот мужчина сказал я ему говорю извините вы отравлены сейчас кстати вы тоже задавите вопрос ну что вы сказали что вы не отравлены хотя вы выглядите совершенно нет нет вы сказали вы сказали откуда это все да хорошо я вам если этот вопрос тоже заинтересует вот двух девушек мы это сейчас с вами к этому обязательно подойдем без этого не уйдете пока пока я не ружье ну вот про этого мужчину раз он мне все-таки попался и вот он я ему показываю там ну вы как бы отравлены но не только это потому что я я был всегда вот такой я был очень отравленный и очень больной вот в точно в этой же комплекции да и в меньшей я кстати распарывал тут джинсы уже в этом летом то есть скорее всего у меня весы сломаны но я так боюсь что уже для гардероба это опасно уже то есть я уже так чувствую что это так вот а это ничего не значит я в детстве был вот дистрофик но я был отравлен я болел гной то есть как бы это не обязательно ходить вот так но сейчас дети есть и такие такого в моем не было мы этой так вот по поводу масла перед тем как сейчас вот я мы с вами сейчас по маслу пройдемся все эти омеги конечно это имеется ввиду растительные так вот совершенно верно мы заметили еще с 15 года что когда начинают пить льное масло оно естественно никакой усвоения там нет иначе бы они должны были наоборот приобретать этот вес нет у них естественно идет слабительный эффект потому что это отрава масло любое во первых любое жир ну давайте вот так вот жиры хорошо вот жиры значит они бывают в основном у нас растительного происхождения это масло да еще называется это все жиры либо животного ну сейчас не будем что-то трогать там другое может и грибах что-то есть их считают как отдельным классом так вот из растительного я бы поделил бы все-таки я бы поделил бы на семенные они тоже разные конечно да ну пусть здесь будет вот кто же льняное например да там не обязательно и конопляная очень популярны такие самые невкусные когда человеку начинаешь показывать вот отсюда он такой бу-бу-бу вкуснее это сливки сливки здесь это сливки но если вот примерно я вам дам свою информацию личную по усвояемости семенные ну до 1% льняное это будет 0-0-0-0 там 1 то есть льняное масло применяется в раньше в советское время применялась космической промышленности для покрытия металлических деталей как пленка которая неразрушима как вы собираетесь ее переварить ну человек считает что все что он ну вот это вот в себя сует что это как-то там будет перевариваться либо вот эта вот одна булочка она вдруг превратилась вот в эти 5 килограмм да то есть это вот это то как это вот подается да и ну дело в том что мы я могу вам привести примеры людей которые там уходят из воды и еды как Зинаида Баранова и никуда это не уходило да или та же Подаровская Ольга ну вот вы наверное знаете там так это не работает и я ел очень много но оставался вот таким и кстати вот эти дети не обязательно могут все время много что-то есть там бывает что просто настолько идет изменение работы вот и по щитовидке и шлюз очищения ЖКТ как шлюз очищения заблокирован что они может быть там организм сразу не начнет эту чистку ну конечно в детском возрасте возможно да но ее бывает что нужно подбодрить помните мы вот смотрели с вами средства для очищения там конечно теми же там соки фруктов или это тоже как антипаразитарка будет да совсем такая немягкая стимуляция выделительных систем и так вот по маслу семенные масла вот они очень практически не усваиваются они поэтому на них реакция жуткого желчевыделения на это яд такой да его не переварить и это чистка но это ударный метод чистки поэтому касторка примерно то же самое плюс там этот рецин он еще и раздражает да то есть это более любое масло так или иначе для организма это вот такое серьезное переживание для поджелудочной но есть такая чистка и чистятся эти бабушки и нравится им и чудесно но есть масла ореховые например кстати к семенным но сюда я бы еще вот фролов любит все масло фукуса это водоросли я проверял я биолокации смотрел масло водоросли примерно работают как семенные тоже практически не усваивается то есть в принципе ладно я не то есть но когда мне человек говорит или лапшинов при всем уважении говорит да 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 льняное конопляное и кедровое ведь это наши предки они так это любили стоп это уже совсем другое масло оно уже не так оно люди говорят как хорошо что вот это вот невкусно а кедровое мы много продавали кедровое и хорошее продавали и сродав да и сейчас оно наверное тут есть да вот по кедровой серии но оно и вкуснее потому что здесь уже усвояемость идет около 10% а и сразу по другому ощущение но ребята здесь я вижу это примерно как 25% и здесь просто ну что сливки они вкуснее чем кедровое масло чем вкуснее чем опаснее так уже это все болезни не только это все болезни не только да если бы все сидели бы вот здесь на этом масле нет вопросов но как-то мы все любили вот это да и поэтому по кедровому маслу никогда не советую ну если мне человек наставить ну если в салат добавить я не понимаю как люди пьют масло я когда очень хотел набрать вес в студенческое время я помню купил себе это масло просто мерзкое магазинное и думаю буду вливать в себя через силу чтобы стать вот таким мощным большим но ведь это жиры ну я просто ну я пытался вы знаете ну конечно ничего не помогло а знаете что помогло помогло только в один момент я набрал вес реально и даже фотографии выбросил выбросил не смог на себя такого смотреть себя не узнал когда я один раз всего лишь сдал все экзамены досрочно и у меня образовалось время без стресса а бабушка кормит кормит по полной программе и тут вот как бы без конечно без вот этого вот этого мандража я превратился просто вот 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 это да ну это быстро конечно все уходит поэтому здесь ну и движение там ты нас не сессия не сессия ты больше двигаешься ты там а во время сессии там нету каждый день я ходил без пропусков там у нас очень строго все было это и врачи так учатся плюс-минус год я вас передумаю простить я вчера смотрела ролик про деревья про дорогие породы деревьев и оказывается есть такое дерево которое так же капает вот как сок березы да а капает молоко и вот они собирают это молоко нет что такое молоко это эндоспермзо вот это ну это молочие но это не молоко да ну там концентрат жира масла белка так самое интересное они говорят что там концентрат дети значит этого племени там в Африке где-то пьют это молоко но если его подогревать с него снимают пленку воска и думают боже мой что же они пьют ну они же не подогревают термически искаженный продукт это все совсем уже другое ну давайте это будет какой-нибудь отдельный там вебинар мы будем тут показывать химию цистрансизомеры кстати как раз тема масел да потому что когда вы вот говорите про эти омега-3 ну вот там же в омега-3 очень важно то что там вот идут такие связи двойные например да и еще там есть всякие изомеры цистен то есть там вот эти палочки да то есть цис-изомеры вот пошли а это вот транс транс раз да это в одну сторону в другую как только масло начинает контактировать с воздухом оно все равно любое начинает окисляться образуются перекиси ну это так называемые там вещества которые способствуют перекисному окислению липидов и поражают мембрану да это все знают это все все мы знаем но понятно что когда вы это нагрели это хуже либо скажем кстати льняное масло быстро портится да какое-то масло тяжелее вот происходит вот эта олифилизация в олифы превращается да одно масло быстрее другое нет но это чушь о том что есть масло которое не начинает портится любое масло начинается окисляться и всегда портится поэтому в идеале в Италии как делают нагибают ветку с оливами и тут же выжимают прямо вот так же и в салат я не против в салат немножко масла сам добавлял ничего страшного не будет но но когда оно уже окисленно его уже не дай бог нагрели а в основном все например орехи прогреваются равно прокаливают иначе они не хранятся мы когда-то продавал я продавал не каленый кедровый орех он очень быстро портится мы над ним дышали его надо особо было высушить это такой кеморрой вот так что по маслу так кстати просто вы упомянули про какие-то омега-3 просто вот так омега-3 это же вытяжка в основном из лосося рыбий жир и животные жиры пожалуйста да можем сюда сделать сливки молочные это будет рыбий но давайте это не то чтобы не тема нашего вебинара вы хотите просто вы хотите какой-то как коротко здесь моё даже не мнение в моем случае это четкий вердик я никогда я веду достаточно уже много пациентов и там уже за 4 года свой круг постоянных людей у которых есть не просто изменения есть группа да есть люди которые четко уже понимают что с ними происходит у них поэтому я никогда человеку там скажем вот Михаил Советов он на рыбку переводит людей например разные натуропаты делают по-разному и во-первых никогда на животное сырье человека не переведу потому что запить чистку остановить ее можно намного более безопасными методами и я вижу особо отравляющие действия именно животных жиров то есть если по градации идти семенное менее страшное потом идет ореховое смотрите Викторию Бутенко она много очень про ореховое масло рассказывала и дальше идет животное и кто почему вы решили что рыбий жир безопасный холестерин нет он совершенно небезопасный по поводу сразу вы хотите себя строить из каких-то животных либо растительных компонентов это не моя парадигма то есть я в ней больше не пребываю кстати вот вчера я был еще раз на встрече любовь такой Карловой очень интересный человек может быть вам будет интересно сейчас много в группе ее обсуждают она упомянула что на каком-то периоде я пила спирулину после аминокислоты то же самое Лапшинов повторял про вот эти аминокислоты спирулины я не советую вам строить себя из аминокислот и жирных кислот вообще кого-то и чего-то даже других людей кстати почему в блокаду скорее всего и погибали люди которые ели других людей из аутоиммунных реакций это мы с врачом это когда одним обсуждали ну да ладно поэтому если вы просто хотите здесь окончательно раз я услышал про это то есть здесь у меня сработала красная тряпочка я когда вижу в рецептуре какие-то омеги-3 коллагены и все я категорически против и стараюсь никогда это не назначаю у меня рука не поднимается потому что я знаю как это вредит я этим много занимаюсь я это вижу кто кто может у меня есть пациенты которые и не верят в это да у меня есть и на всеедение разные и на и на сэкоедение совершенно разные но я не могу не могу это вообще неправильно работать с тем что ну просто не нужно не то чтобы то что не вредит потому что мы с вами говорили то что все вот это тоже какие-то ягоды все равно немножко тут есть свой вред как трат но просто мы смотрим вот этот баланс то есть наша задача минимум навредить ну образно говоря там взять капельку болеголова ее в 3 литра воды капнуть одну каплю и кстати это будет тоже лечебная еще какой препарат почему бы еще как я просто почему спросила вот про рыбий жир и про омега 3 а потому что ее же рекомендуют для чистки сосудов и почему-то даже она убивает я считаю что рыбий жир будет убивать сосуды вот даже самая дубльгерцевская вот эта вот омега 3 это просто маркетинговый код что там пишут что это вообще растворяет не холестериновые бляшки растворяет холестериновые бляшки тогда уж дисклифит либо вот то что мы сейчас смотрели малику вот это вот эти это не потому что я просто давайте здесь сразу ну я просто да вот вы меня знаете давайте честно ну во первых здесь работают вот люди они тоже такие достаточно совестливые да во первых это не я производитель я вообще не собираюсь их вот это все рекламировать я честно скажу здесь некоторые вещи мне совершенно не нравятся и у меня бывали такие случаи когда человек несет и говорю что вы берете вообще да даже когда я сам сидел проводцом это раз я не производитель я не собираюсь тратить даже свое время энергию чтобы и вам доказывать что это что-то хорошее ничего подобного тут совсем не все хорошее первое второе я поэтому я не спорю что есть препараты кстати за пределами здесь которые мне кстати нравятся например я не могу их достать ну например да и очень много есть хорошего но если я там вижу вот то что вы сказали я буду категорически против кто бы там ни был доппель герц либо там будет несчастная валар то есть ну вот не может быть для меня этого не может быть но если уже совсем не припирают к стенке я работаю биолокации и иногда измеряю иногда я признаю иногда где-то я чуть-чуть что мы проверяем да вот биолокационный когда я работаю на консультации я работаю в основном только биолокации и все в подборе я не занимаюсь вот этим подбором диаскрифит вам будет хорошо ну бывает но как правило надо подбирать ну как бы человек сказал по сердцу да и правильно как животное вот так подбирают он уже знает вот все-таки но хищники как утверждают некоторые зоологи едят намного больше вегетарианской еды чтобы почистить закорение да то есть но они же их находят не по фармакопии у них она естественная поэтому вот на самом деле человек в идеале это должен себе подбирать но меня еще учили вот так например кто не владеет биолокацией вот так вот вот это мне надо там туда падаю сразу не надо вот так вот к щитовидке подносим как-то так меня преподаватель вуза моего врач работала аппаратом фолия и маятником и у нее замечательно все получалось она меня учила как гомеопатию подбирать я сам вот исследовал к сожалению этого очень мало было у нас только это и должно было быть так вот но хорошо поэтому в этом нет ничего псевдонаучного кстати почему спецслужбисты которые работают по аппаратам которые снимают датчиками вот эти они прекрасно знают как работает вся вот эта энергетика и кстати больших эзотериков чем спецслужбисты надо еще поискать когда там начинаешь там копаться они не гнушаются вот этими всеми вещами и рамочка для них это просто детский сад потому что там у них работают целые бригады людей еще как работают и поэтому почему бы ну мы сейчас говорим о домашнем применении потому что ну вот например вот у Димы да вот вчера пошел вирусная нагрузка пошла все уже он едет в машине я уже ну немножко ну слабая температура невысокая я уже понимаю что вирус скорее всего но дело в том что вот мы начали работать проработать лавотерапии почему тоже иногда важно чувствовать а я смотрю ну неважно там поколдовали мы я смотрю уже нет вируса я ему пишу ты можешь уже спать спокойно все не делать иначе он сказал я буду пол ночи там сейчас его отмывать иногда надо вот ну перепроверять себя да и смотреть либо ты это как-то ощущаешь либо ты это берешь каким-то может быть мать чувствует у ребенка что да ну должно быть какой-то знаете и сегодня он стал утром я ему уже просто у меня уже была не противовирусная терапия а отмывать последствия потому что вирус то поработал он иммунитет приспустил у него дальше пошло осложнение болевое пошло да не в крови в лимфу застряло в лимфоузлах пошли вот эти продукты воспаления токсины вирусные страшен же не сам вирус а то что вирусная клетка пораженная вирусом она начинает продуцировать неправильные белки ну а токсически отравляя да то как это делает ну не вирус а сам гемолитический стратакок проблема же не в самом стратакоке а в том что он выделяет гемолитические вот эти токсины да ну хорошо я к чему говорю потому что надо все перепроверять потому что вот тут меня иногда тут взяли недавно там на вебинаре или где-то спросили а женщина сказала а у меня есть пациенты которые работают биолокации тоже и мне женщина сказала я себе измерила что инулин мне сейчас подходит и я смотрю на самом деле я хорошо сейчас инулин хотя я его давно уже никому не назначал почему потому что у меня есть своя я живу в своей как бы пусть будет в своем мире ну этот мир он эффективен в моей работе где инулин не кормят нашу нормобиоту но он кормит какие-то все-таки бактерии условно нужные на самом деле не нужные но врачи скажут условно нужные которые хрумкают дальше всякие продукты нехорошие которые у нее там сейчас есть да мне инулин сейчас не нужен я его не смогу заглотнуть а ей сейчас это хорошо поэтому так нельзя быть конечно категоричным ну я бы рыбежил никому бы не давал это яд и как же дети зря это в советское время было много и хорошего но поймите слушайте тогда был хороший рыбий жир и тогда все было немножко по-другому лучше бы их ли пусть да тогда делали ну послушайте тогда когда их лечили рыбым жиром мою мать уже закалывали антибиотикой закалывали мою бабушку антибиотиками когда она кормила мою мать грудью так моя мать стала по официальной версии инвалидом так